здравствуйте мужчины и женщины много разных клюквенных сериалов я видовал на своем веку но о таком шедевре даже не мог мечтать кстати уберите несовершеннолетних и детей от экранов ваших мониторов и гаджетов потому что извините но все-таки вообще я стараюсь избегать обзоров на некие медийные продукты бюджет которых равняются годовому заработку английского клерка либо пятилетнему заработку английского мусорщика но вот то что мы будем смотреть сегодня прям таки затронули затронула тайные внутренние струны моей ватной души и некоторые фразочки просто готовый интернет мемы как вы знаете никогда наши фанаты посетили францию с желанием сыграть в игру чё где когда чё вылупился где твои бабки и когда ты сдохнешь досталось там и британским господам я кстати высказывал свое мнение по этому поводу в блоге если кому интересно помещу вот ссылку в описании под этим выпуском вот грядет чемпионат и русский ультра стамурат что на земле ингерманланской повержен будет супостат ибо как говорил александр неский точнее актер черкасов потому что что-то на самом деле говорил александр неский никто до сих пор не знает кто к нам с мечом придет тот от него и погибнет понятно что всех английских болельщиков там на родине предупреждают о том какие опасности поджидают их стране изнывающий под кровавым тоталитарным игом злокачественного путина но лучшим предупреждением нагляднейшим является фильм хулиган escape побег хулиганов о котором мне поведали аж несколько зрителей одновременно фильм начинается конечно же во франции где английские болельщики спасаются от русских хулиганов живучие русские традиции вот например федор михалович достоевский пишет о нравах которые царили когда-то в районе коломна где периодически провожу свои экскурсии чтобы показать какой настоящий питер макар девушкин пишет своему своему адресату ну как вы знаете женского рода чтобы как нибудь освежиться вышел я походить по фонтанке вечер был такой темной сырой солдат отставной всажен ростом поджидавший купца на перочинный ножичек или колечко бронзовое вот какова была публика так и наши фаны поджидали английских болельщиков на ножичек и отнюдь не перочинны все заканчивается печально для нашего туристая коллега с туманного альбиона его чикает изучит фраза по сравнению с и даже пафос актера черкасского меркнет это была смерть воина все что происходило в этом загадочном здании записывалось на видео на видеомагнитофон и это видеокассета изымается одним из русских ультрас а там лица всех участников пикника и вот наши добрые друзья прибывают в кровавый мордор их тут же тут же с порога помещают в кутузку и отправляют в то место где они принимают участие в обсуждении фреймовой семантики в зеркале культурологического дискурса в русском языке в россии все держит один человек которому все должны эти сволочи должны деньги димитрию ты же знаешь что это значит его верный пес по имени ну конечно же борис прибывает на место чтобы вернуть бабки пошлем сообщения крови но сделать это должна баба баба должна вернуть бабки но это не просто баба это шпион шпион на из английской конторы м ай сикс этакий джеймс бонд который одержал в победу в борьбе за равноправие полов но никого убивать не пришлось должник сторчался сам и тогда джеймс семина бандихина берет телефон и звонит в английскую разведку и знаете что она там говорит сэр это не гулаг это какая-то дыра с торчками это не гулаг я-то думал что это гулаг а это не гулаг хотя должен был быть кулак а это не гулаг вообще добро пожаловать в дмитрийский улс ром этакая людская скотобойня дмитрия поднимется на лицо и будет управлять страхом вот он дмитрий который мы все должны даже тёлки и отправлю их твоим родным я выпущу твои кишки отправлю их твоим родным и из и нюхаю все порошки ведь я рожден чуть-чуть больным настоящий воин никогда не сделать так как золотые процессе диалога в стиле 50 оттенков красного дмитрию сообщают радостную новость да я нашел твоих английских хулиганов ты уверен сообщает ее актер по имени денис хорошко который уже играл в замечательном сериале макмафия вы видели его в одном из моих обзоров но дмитрий руководствуется правильным принципом доминировать надо надо инвалидами детьми и бабами если ты настоящий воин ты не заслуживаешь смерти смерти воина добро пожаловать в кружок начинающих хирургов этот жестокий жестокий мир в жестокой жестокой россии а теперь фраза ради которой вот честно я и решил сделать этот выпуск в гулак забери их с казанского вокзала и отвези в гулак в гулак карл в гулак с казанского сбежать никак на сретенке нас ждет гулак в груди не сердце а кулак нас ждет гулак нас ждет гулак в гулак с казанского жизнь арестантская тебе на нарах жить кого теперь винить я в том вина кровавого путина так ну хорошо их приняли на казанском и отвезли в гулак добро пожаловать водки да ну конечно добро пожаловать хотите либо водки куда же без нее матушки а гулак то он не просто вот гулак никто не выходит живыми если димитрий не скажет да эту тюрьму похоже на товарный склад где-то там на задворках лондона держит дмитрий охраняют звери что вы думаете когда наших англичан привозят они легко мочат охрану прям как рэмбо какие-то после чего начинают упорно искать и чтобы найти их бориса начинают пытать током который добывают из автомобильного аккумулятора дальше начинается погоня в замкнутом пространстве господи он минотавр а я венера милоская потому что это просто зона ожидания английская шпионка не упускает случая чтобы втереться в доверие к дмитрию я хочу помочь ну английские шпионы когда косят под русских всегда говорят на чистом русском языке если есть гулак то должны быть еще как минимум две обязательные составляющие нашего русского бытия ну первое это конечно же наркота это очень удобный способ чтобы найти вот такие же костюмы и смешаться с толпой давай помогу дмитрий давай помогу я разорву их на части я разорву их на части и будет у нас с тобой счастье у нас с тобой счастье дай мне пистолет я прикончу их так ну хорошо наркота была а чего нам еще не хватает вот для полного набора улыбайся улыбайся я скажу конечно же сексуальных рабынь быстро пошла пошла вон пошла в ту комнату которых складируют по соседству от комнаты где складируют наркоту в гулаге в которой привозят с казанского вокзала ты кто блять еще такая наш новый босс пес барбос и новый босс рабыня кстати русские тоже какие-то не совсем русские в конце есть еще одно клише в виде русской рулетки но в смертельной схватке гулаговский дмитрий повержен а финале все добрые молодцы и даже девица сидят на папе ровно на полу как-то так задумчиво смотрят в камеру ну мне как-то тоже вот остается наверное сидеть не на полу а на диване и тоже задумчиво смотреть в камеру после этого тотального вообще out но я не буду просто смотреть в экран а сделаю объявление о своих следующих мероприятиях москве экскурсии состоятся в субботу 23 июня в 1330 неглинная баня и подземный ад 1630 рождественка вася темные и пушки санкт-петербурге 24 июня воскресенье в 19.00 рабы масоны суворов и обрушенный мост мы будем гулять вокруг никольского собора по крюкову каналу и выйдем на фонтанку в среду 27 июня в 20.00 романовой без соплей от константина до владимира мы будем гулять сначала по марсову поля потом выйдем на миллионную и пойдем по ней все ссылки на встречи есть в описании под этим выпуском я понимаю что это это тяжело для психики но с песни слов не выкинешь поэтому я как-то буду знаете перемешивать эти выпуски различными другими историями вот в прошлый раз у нас было аж два выпуска про чудесного француза а в следующий раз вы узнаете про то за что любят и ненавидят американских и британских туристов мои коллеги гиды из петербурга специально сделал для вас этот выпуск там не будет такой жесткой клюквы но зато будет опыт отчасти связанные с восприятием этой жесткой клюквы друзья мои те из вас кто живет в стольном городе москва если у вас есть желание совершить трехдневный тур в город петербург который для вас организует п.перец он же пал юрьевич петров то пожалуйста напишите мне каким угодно образом удобным для вас по электронной почте вконтакте можете голубка прислать если он у вас есть на голубятне и не на данном этапе просто нужно понять какую сумму вы готовы за это заплатить чтобы прикинуть где селить чего жрать сколько денег с вас за это брать потому что у всех разные возможности у всех разные потребности и вполне возможно что мы организуем такой тур а может быть дальнейшем и не один пока это все в планах это произойдет скорее все явно не летом а наверное там в сентябре или октябре когда в отелях совсем будет все прекрасно и они будут жаждать туристов ну а программа программу я вам составлю такую что вам понравится можете не сомневаться на этом все спасибо за внимание оставляйте ваши комментарии вот там увидимся пока